СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ САНТ ПЕТЕРБУРГА Союз художников Санкт-Петербурга. Сегодня 30 ноября 2017 года. КЛАССНО! Осень, осень, здорово! Осень, осень! Сегодня 30 ноября. Завтра зима? Еще раз прошу председателей секции искусствоведения, театра и кино и плаката подойти к микрофону. Вам речь держать перед народом. Дорогие друзья, мы в очередной раз открываем традиционную выставку Санкт-Петербургского союза художников. Осенняя выставка. Надо сказать, что те, кто еще, может быть, не знают, но в свое время было принято решение правлением для того, чтобы максимально предоставить возможность художникам представлять свои произведения, разбить по времени, по графику крупные секции. Поэтому на этой выставке вы не увидите работы секции живописи и секции декоративно-прикладного искусства керамики. Или керамика есть? Нет. В следующий раз будет их очередь занимать все пространство зала. В этой экспозиции участвуют, в выставке участвуют секции графики, скульптуры, театры и кино, плаката под секцией фотографии. И, конечно же, театры и кино, я сказал? Конечно же, наши замечательные пишущие братья и искусствоведы, которые представили свои произведения в виде альбома. На выставке, как вы видите, представлено колоссальное количество произведений. И они пытались посчитать на полутора тысячах сбились. Дальше уже считать было бесполезно. Выражаю огромную, огромнейшую благодарность нашим художникам, секциям, рабочей группе, кто формировал эту экспозицию. Потому что этот труд очень такой серьезный и нелегкий. И, надо сказать, в этот раз, особенно в очередной раз удивилась секция графики, когда очень четко была обработана в кратчайшие сроки экспозиция. Фактически за один день провели экспозицию, но не бывало до такого масштаба. Огромная благодатность секции графики, секции скульптуры. Тоже оперативно поработали и остальным секциям фото, секции театральной и плаката. Надо сказать, что вот, к сожалению, Галина Яковлевна, я не вижу, но, может быть, подойдет еще. Так что плакаты у нас в этот раз очень актуальны, интересны, и есть что посмотреть. Выставка будет проходить по 16 декабря включительно. 17-го, это воскресенье, демонтаж экспозиции. Поэтому просьба авторов запомнить этот день своей жизнью, 17 декабря, как демонтаж выставки. И вы знаете еще, что в этом году нашему Санкт-Петербургскому союзу художников исполнилось 85 лет. И эта выставка посвящена и этой же замечательной дате. Мы отметили этот свой день рождения грандиозной выставкой в Манеже в начале года, в марте месяце, на которой было представлено более трех тысяч произведений. И за две недели эту выставку посетили 26 тысяч человек. Это абсолютно рекорд для нового Манежа и, по-моему, рекорд для старого. А сейчас я предоставляю слово председателю творческого сектора Санкт-Петербургского союза художников Константину Кирилловичу Иванову. Пожалуйста. Дорогие друзья, коллеги, я приветствую вас с этим замечательным событием в нашей культурной жизни города – осенние выставки 2017. Это, казалось бы, традиционная выставка, но как выставка, она несет в себя много новых открытий и новых художественных решений. И художники поработали потрясающе. Такой объем работ, 1500 произведений – это только тех, которых мы сумели, как сказал Александр Васильевич, подсчитать. А еще огромная масса вещей, которые находятся и в мастерских, и которые были, ну, по какой-то причине, допустим, не вошли. Но это те произведения, которые есть и даже не вошли, то это все равно вещи, достойные выставочной жизни. О чем говорит эта выставка? Прежде всего, говорит о том, что у нас действительно богатейшая художественная школа. И высшая, и средняя, и самая начальная. Вот эта культура исполнительства, которую мы здесь наблюдаем, она просто поражает. Ведь многие произведения здесь, можно смело сказать, что они потенциально являются экспонатами галерей, выставочных залов и музеев. Потому что если бы у нас были меценаты, коллекционеры, и люди достойные, и люди, которые могли бы приобретать эти вещи, это были бы по полу коллекции замечательными произведениями искусства. Здесь огромное количество школ и направлений, художественных течений. Здесь огромная работа для наших коллег-искусствоведов, именно работая над темой вот эти современное искусство, современное течение, современное новаторство и традиции. И как это вместе уживается в данном случае вот на этой замечательной выставке. Экспозиция, по-моему, сделана замечательно. Люди, художники за короткий срок, за 2-3 дня, сумели сделать вот этот огромный, объединить этот огромный объем в такую великолепную, мощную экспозицию. Я поздравляю всех авторов с этим замечательным праздником, с этим героическим поступком. Все вы совершили, можно сказать, подвиг, потому что работу надо было исполнить, надо было сюда привезти и еще найти место в этой замечательной экспозиции. Я всех приветствую с этим праздником и желаю вам всем всего самого доброго. Поздравляю с вами с детьми. Поскольку у нас в основном в этой экспозиции хозяйничают графики, и мы находимся в их зале, включая второй этаж, председатель секции графики Василий Юрьевич Анатольевич, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот так всегда получается. Все за меня уже самое хорошее сказали о выставке. Но мне остается только вспомнить процесс подготовки этой выставки. Да, мы очень старались. Да, мы провели реконструкцию нашего зала заседаний, скажем так. Все, кто участники, все видели, что мы немножечко реконструировали нашу секцию и проводим в более человеческих условиях, что называется. Даем возможность более комфортно показывать свои работы президентам, участникам выставки. Вот я что хочу выразить огромную благодарность членам выставкома, которые очень, в общем-то, напряженно работали. У нас было три всего заседания. И вот за этот короткий промежуток времени мы, в общем, просмотрели огромное количество работ. Ну и, несомненно, огромная благодарность всем участникам, кто откликнулись на призыв, можем прямо так сказать, активно участвовать в выставочном процессе. И, соответственно, здесь у нас и ветераны представлены, есть некоторая ретроспекция на выставке. Наше среднее поколение, и, конечно, особенно молодежь, и даже неосоюзная молодежь тоже активно участвовали. Мы как бы не отмечали, и выставка в большой степени, она как бы не подразумевает там какие-то раздел ветеранов, раздел молодежи. У нас все перемешано, и мы подбирали работы просто по качеству, по каким-то экспозиционным приемам, чтобы было просто хорошо и красиво. Получилось или нет, конечно, судить вам. Мы старались. Мы действительно сделали, в общем, 99% экспозиции мы сделали к вечеру в понедельник. Потом только были некоторые шероховатости, кто опоздал, мы искали место, куда повесить. А так практически повестка началась утром во вторник. Вот. Я всех участников поздравляю. Спасибо зрителям. Будем любоваться выставкой. Спасибо. Председатель секции скульптуры Юрий Николаевич Жениленко. Пожалуйста. Олег Николаевич Жениленко. Здравствуйте. Да, Николаевич, извините. Здравствуйте. Я тут подумал. Человеку свойственно мечтать, мечтать, строить свои планы, жить как бы в будущем. Потом человек начинает вспоминать о чем-то, анализировать прожитую жизнь, даже писать об этом. Но сейчас мы находимся в настоящем. И сейчас у нас открытие осенней выставки. Давайте жить сегодняшним днем. Я вас поздравляю с открытием выставки. Ура. Председатель секции театра кино Владимир Ильич 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 Ильич, пожалуйста. Ну, я прежде всего хочу всех поздравить с открытием этой выставки, которая традиционная, она происходит каждый год. И слава Богу, что традиция поддерживается. А кроме того, сегодня тут заговорили про петербургскую школу. Я задумался о том, что действительно Петербург откладывает большой отпечаток на всех вообще. Ну, просто на всю жизнь вокруг. Вы знаете, я хочу сказать, что даже петербургские бомжи, они очень отличаются от других. Потому что они более интеллектуальные и так далее, и так далее. Вот. А что уж говорить про искусство. Конечно же, Петербург очень на это откладывает свой большой отпечаток. И сегодня это в особенности заметно, поскольку, поскольку, вот, это очень читается в графике, ну, и в остальных видах искусства. Вы знаете, театральные художники, они часто ездят по стране. И всегда, когда приезжаешь в какой-то город, всегда ты сразу видишь, что есть человек, который учился в каком-то из наших вузов. Вот это просто человек отличается от всех остальных. Поэтому я бы хотел всех поздравить с открытием и сказать вам всем, чтобы вы были счастливы и рады, что вы живете в этом замечательном городе. И он вас принимает и любит. Спасибо. Слово предоставляется единственной представительнице слабого пола, председателю секции «Благата». Потому что в основном все председатели, как вы видите, мужчины. Галина Яковлевна Терешонок. Самая гениальная секция. Я, конечно, поздравляю, присоединяюсь ко всем предыдущим поздравлениям и приглашаю вас в квадратный зал. И перед этим посмотреть на наше плакатное самое актуальное, самое интеллектуальное искусство. Всем спасибо. Так, а где у нас Маргарита Дмитриевна Изотова? Искусствоведы где? У Труфкина Виталийович здесь? Тогда за искусствоведов скажет... Идет? Вот, пожалуйста. Спасибо. У искусствоведов очень редко бывает возможность показать свои публикации. К сожалению, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда очень мало издается что-то такого, что можно показать. Искусствоведение постепенно уходит в электронные издания. Выходят диски, электронные газеты, журналы. Но то, что было издано на бумаге, вы можете увидеть в наших витринах. А на самом деле обширность этих публикаций действительно впечатляет. Это публикация о классическом искусстве и о современном искусстве. Искусстве петербургских художников. Если у вас будет желание, если вы действительно интересуетесь мнением профессионалов, настоящих профессионалов, членов Союза художников по секции искусствоведения и критики, вы обязательно обратите внимание на эти издания и прочитайте то, что там опубликовано. Спасибо Союзу, что нам предоставлены витрины. АПЛОДИСМЕНТЫ Предыдущие выступающие говорили о коллекционерах, и их крик услышал самый известный коллекционер в Санкт-Петербурге Валентин Носкин, и он рвется к микрофону. Спасибо, что доступ к микрофону все еще свободен. Я хочу сказать, что у меня особое отношение к этому, потому что как бы вот это продолжение моей коллекции было. Просто в тех же стенах, но только на более красивую и хорошую, и прекрасная представленная выставка. Самые любимые, самые хорошие, интересные, гениальные художники почему-то считаются неживописными. Я не понимаю, почему графика и аквалируют являются неживописными. Поэтому это настоящая живопись. Это очень интересное петербургское явление. Потому что Петербург действительно в этом вопросе было всегда хорошо. И даже в самые плохие времена тоже было хорошо. Абсолютно лучшие аквалилищные работы. И то, что мы сегодня видим, это большой праздник души. Спасибо огромным организаторам. И я, ну, мат им не аквалилищ, коллекционерам города, хочу сказать, спасибо. От сексной фотографии есть кто-нибудь? Игорь Никитин, никто не видел? Видели, видели, был. Игорь, пожалуйста. Так, а я думал, уже все сказали. Вот Володя Васильев уже все сказал. Ну, а мы вот тянем вместе с графикой, делаем общее дело. Вот. И запечатлеваем красоту. И стараемся делиться ею. Поэтому, вот, на мой взгляд, все лучше и лучше. И вот молодежь включается. Вот Стас Луфки-Рахманов работает. И, видимо, дальше будет улучшать нашу работу. Так что вот просим внимания к фотографии тоже. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, хотел бы обратить ваше внимание, хотя вы, наверное, и так уже это заметили, что выставка и вся экспозиция поражает в первую очередь, во-первых, высоким художественным уровнем, стилем и потрясающим разнообразием. И темы, и техники, и, как сказать, стилистики произведений. Это касается фактически всех. Живопись, простите, и графики, и скульптуры, и фотографии, и плаката, и театра, и кино, и в том числе и искусствоведов. Вы знаете, что фактически все петербургские выставки наши пользуются мало того, что авторитетом, но они еще оказывают влияние в целом на формирование, потому что пространство нашей страны и кое-какое, думаю, что даже Европа. В этой экспозиции, как уже говорили, более 1500 произведений, но выставков прошли что-то около 4000. Здесь представлены произведения, конечно, не всех авторов, которых хотелось бы представить, но тем не менее это достойное представление нашего союза в этих залах. Хотел бы еще раз напомнить, что выставка работает по 16 число, выходной день у нас по понедельникам, как вы знаете, и прошу простить участников экспозиции на втором этаже, у нас, к сожалению, еще не закончился ремонт, который начали в мае месяце. У нас идет ремонт нашего многострадального двора, замена наук и так далее, поэтому прошу прощения за некоторые неудобства по экспозиции. И еще раз хотел бы поблагодарить всех авторов, участников и особенно художников, которые работали на экспозиции, за их поддержку. Особенно поблагодарить молодых художников, которые активно участвуют в жизни нашего союза. И Юрий Анатольевич сказал, что здесь уже представлено фактически старшее и молодое поколение среднего возраста. Вот в этом как раз и прелесть союзовских выставок и выставок, когда наглядно видно преемственность поколения. Кто за нами идет, за нами, за стариками. А идет достойная смена. Спасибо вам большое. С праздником. Выставка открыта. Поймала, увидела, наконец-то. Открытие уже состоялось? И на стенах ваша работа? Ну, конечно. В том, в большом зале. Они-то хорошо на фоне моих работ смотрелись? Да. Ребята. Да, 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 да. Классно, да. Я там еще и в 70-е годах, в 80-е, в 90-е. Ну, я имею в виду, вот, после... А пока мы чего-то. Вот он, Олег Юрьевич Яхнин. Вот он. Собственной персоной это называется. Собственной, да? Собственной, да. Вообще, наверное, собственной. Что же нет? Добрый день. Ну, что, Паша, пора? Нет, вот... Куда пора-то? Куда пора? Куда пора? Куда пора? А ваши где работы, уважаемые? Так пойдемте я вас там, вот, около работы, нет? Мы тогда не сможем стоять тут. А, да? Ладно, пойдемте. Павел, а у вас? Высшая там. А тоже выше этажом, да? А он, кстати, с моими ученицами висит вместе. Да? Сейчас стенка моих ученицов твоей. Да, точно. Я же сам висел. Значит, надо заново подняться и посмотреть. А это мой ученик. А у Олега Яхнина мой младший сын учился в художественном училище. Именно у него. Я его знаю давно-давно. Этим хвастаюсь. Да, чем еще похвастаешься? Ну, что? Тогда меня снять. Меня снять. Вот так вот. Женька, закрыли. Юра сказал, а ключи у Иры. А Ира непонятно где. Ты ее видел здесь? Ира, я хотел клеить. Юрий Зверлиф. Ну, так я уже знаю. Правильно я сказал фамилию? Какие у него... А, написано, да? Зверлин. Я извиняюсь. А как скажи? А я не знаю, как я сказала. Нет, правильно. Это от радости. Что увидела? По воспоминаниям. Все подлинное. Все видела. Что он творит, а? Что он творит? Сколько... Сколько... Что он только делает? Четыре банки. Сухогруз. Обалдеть. Крушение парома. Что это? Олег Геннадьевич, улыбнитесь. Улыбаюсь. У вас сколько работ? Три работы, да? Три. А название какое? Скала любви. Это же надо? Это Байкал. Да, Олег Геннадьевич. Остров Альхой. У меня есть книга, которую вы мне подарили и автограф написали. Ваше путешествие. Да, все, вот, все, Олег Геннадьевич. Я понимаю, у вас друзей много. Вот. Я вас поймала, можно так сказать. Не надо пойти. Пожалуйста. Всего доброго. Кукушкина Олега Геннадьевича. Скала любви называется. Сирия Байкал. Пастель тоже. Ну, конечно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как я говорю, мы молодые и красивые Молодые и красивые Состояние искривленной веры Израненные на этом темно-бордовом фоне Фон крови и наползающей темноты В общем, такого, так сказать, трагизма Ну да, и цвет плаката черный и бордовый Он именно говорит об этом, да? Да, черный, бордовый, да И искаженный крест, и цвет креста, в общем, должен быть золотой, а он синий Синий цвет, он тоже символизирует, ну, совершенно иные, в общем, так сказать, иноты Нежели вот, нежели вот, нежели, вот таким образом Понятно, спасибо Спасибо за внимание А вот пойдемте, подойдем вот туда Ну это просто такая Выбери меня, птица счастья, завтрашнего дня Выбери меня, выбери меня Ну это плакаты Вот ангелочек Так, девушки встречаются вновь Правда, в союзе художников И мы опять, наша встреча состоялась Даже если мы не договариваемся Но мы знаем, что на открытии выставки обязательно встретимся А ты, молодец, всегда по всем выставкам ходишь Конечно, конечно, я общительная девушка Встань, у ангелочка вот здесь Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Так, чуть-чуть от красного вот так вот сюда И вот от этого Ой, я рада встретиться Да? А открытие где будет, в каком зале? Сейчас В большом зале Потому что однажды на каком-то фильме тебя решили снять Помнишь? Давай продолжим традицию А, вот так? Давай, и тебя А ты можешь что-нибудь рассказывать? Я с удовольствием Привет, я рада встрече с вами Все замечательно А что? Давай, я забираю Вот такая выставка Виктория Владимировна Осенний соната Розовый вечер Так, подождите, подождите Выдающийся художник Да Всех времен и всех народов Да, Юра Брехов В России Вот так Юрий Международный уровень Николаевич Брехов И что он рисует Что он пишет Улья без пчел Слушай, улья без пчел Вот так вот, да? Там пчел-то и нет А, это у него Огород, да? Это фермерский дворик Это я называю Подловила Подловила Ирочка Иславич Ирочка Иславич Редкий случай Редкий случай И головку на плечика А он стоит Не шевелясь Да? И не реагирует Да? Это мои друзья Замечательные Смотри, какая Потрясающая работа Да Это вот Три работы Ихнина Олега Юрьевича Олега Юрьевича Так, пройду Несколько раз Туда-сюда Потому что Отсвечиваю Ирочка Ирошкина А где же Твоя Две Работы Ничего себе Я же только Увидела Подождите Наталья Ивановна Сначала Сначала Конечно Только вот Там Осень В горах Так 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 Там же Мне Это Нет Нет Как же Как же Это Ирочка Но, к сожалению Видишь Три лампочки Никак Пусть они светятся. Пусть они светятся, да? Горы звонительные. Хотя, наверное, это могли быть какие-то годные горы. Но это конкретно не официальные дети. Понятно. На самом деле, как поднимаешься, ты пишешь. Понятно. А кто это тут? Я за тобой бегала, а тут, оказывается, еще Наталья Ивановна. Здравствуйте. Я вас могу, что-то поусловно. А, да? Смотрите, я повернусь. Вы так громко разговариваете, что я за собой разговаривала. У вас нет здесь работ, Наталья? А? Нету работ? Я не принимаю. Я вообще в союзнице встаю. Понятно. Ну, ладно. Мы смотрим ваши работы в Фейсбуке. Я не вставляю. Ну, были же. А? Ну, мы же были, видели. Нет, ну, то, что было последней работы, я не вставляю. Ну, я не посещаю группой. Сейчас я вот эту девушку, вот эту в шляпке запечатаю. Вот, вот. Симпатичная очень даже. Миленькая. Смотрится хорошо. Это художники рассуждают около собственных картин. Где коньяков? Где? Где коньяк? У вас есть коньяк? Полно. Полно. Где? Я не пью. Я за рулем. Своей судьбы. Своей судьбы. Да когда мне так нравится, когда фотографы друг друга. Да, друг друга. На память, да? Или как привет маме. Привет, маме. Да, наконец-то я увидела Олега Ильдюкова. Не просто так. И не просто с кем-то. Профиль. Стань профиль. У меня профиль красивый. Профиль, стань. Потому что выше головы. Вот. Смотри, задум, что он вдаль. Даль, задум. Даль, задум. Ну, меня смотри. Вот так. Будет супер фотография. Олег, а ты видел, я у тебя своровала, ну, своровала условно, да? Со странички. И дальше у меня все лайкают, лайкают мои друзья, конечно. Понимаешь, у тебя такие работы вот там, ну, на твоей страничке в фейсбуке выставлено. Ну, сегодня свежая работа появилась. Вот через огласку. Лапка, давайте перейдем. Смотри. Смотри. Куда смотришь? Да. Смотри. все-все фотографу виднее да давайте я вас вместе господи какие вы красивые я не могу просто супер да друг друга дополняется как хорошо вы смотритесь вообще ну скажите что не конечно вот так папарацци сейчас я скажу почему выключу и скажу а догадываетесь представьте имя отчество фамилия имя отчество срывков выдающиеся снимает только выдающиеся молодец да здрасте вот это тоже все знакомые родные лица хотите вас сниму вы говорите-говорите говорите-говорите они мне книгу помогли в свое время очень удачно такой вы скоро повторишь ну ты уже как бы щелкнул я же видео снимаю конечно я же конечно на память да ладно а напомните какая книга была рашид рашид гелазов монография да 300 лет и какой же это был год это был 2002 год а нет третий 2003 я праздник заканчивал вы переделывали одного хорошего товарища вы же мне подарили свою работу да 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 а еще очень интересный случай где давайте отойдем чтобы нас слышали сейчас 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 значит журнал Невский альманат да да Владимир Степанович Скворцов да открываю очередной номер и вижу публикацию рашида гелазов звоню Скворцову как откуда я же его тоже знаю вы тоже друзья тоже друзья да ну вот замечательно да моя супруга да можно вас вместе конечно это несквозно познакомить через нее а да она поэтесса а ваши стихи да книги ее ее она автор монографии концепции да и ее стихи есть в этом альбоме можете домой прийти и смотреть а так интересно да вот так вот вдруг раз увидишь да человека очень приятно очень хорошо вы увидите спасибо так держать спасибо вот с этой девушкой вот с этой девушкой поближе пожалуйста конечно 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 дорогая Галочка ты же знаешь видео ой я говорю не пойми что галочка пойдем и книги ну вот фотоопография Никитина Игоря Алексеевича портрет а вот фотохудожника работы из серии первый день творения Майкалуца Владимир Петрович замечательный фотохудожник фотограф у него какие интересные у него какие интересные работы так очень хорошо смотрите уважаемые расскажите нам пожалуйста что это за новый вид какой-то работы вашей ну трудно сказать это же все таки абстрактное искусство да абстрактное искусство а называется очень красиво танцевальная композиция танцевальная импровизация импровизация да вообще это все импровизация знаете как музыкант джазовый да я знаю берет и играет я люблю вот здесь вот это из серии кайфарт а почему кайфарт потому что работать нужно с кайфом и я когда работал это был кайф обалдеть вот так вот да рукопожатие было и это Владимир Петрович Михайлуцин ну у него там фотография другие работы совершенно мы тоже запечатлели а вы знаете один художник сказал что это продолжение в графике а фотография и графика да один автор и это продолжение ну вот это графика да это графика мне очень нравится душ нравится как она растекается короче я получаю удовольствие вы же мухинское закончили да а какой факультет художественное конструирование а понятно ну ладно удачи творческое творческое Субтитры сделал DimaTorzok 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 Питерская осень, вечерний концерт Вот так саксофонист вышел и играет Субтитры сделал DimaTorzok Четыре работы Чёрно-белая фотография Субтитры сделал DimaTorzok Осенние листья, красивая работа А вот работа Павла Алексеева, Павла Евгеньевича Вот еще работа Алексеева, Павла Евгеньевича Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот представлены две работы Павла Субтитры сделал DimaTorzok 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 Класси Красиво Почему на кресло не положили? На мазь варене Осенние листья Красивая работа Вставайте Субтитры сделал DimaTorzok Судорогу положи Слушай, это мешает. И сейчас поймем, щелкнем. Работаем, там где ты. Слушай, ну это уже идти надо. Да ладно, идти. Мы тоже идти надо. Главное, что... Ты на фотографии на то, что еще все. Помнишь это? Это фотографии? Да, да. Пока, потом уже не снять. Там пленки в норме есть. Поехали.